Конфликт это всегда потери. Они уже имеются. Непростая ситуация уже нанесла урон здоровью людей, работающих в трех бюджетных организациях. В Комитете по образованию, в его централизованной бухгалтерии, в библиотеке, которые расположены на первом этаже дома номер 3 на Советской улице в Щелкове. В помещениях уже сейчас, когда на улице еще не настолько холодно, сотрудники вынуждены работать в теплой одежде, завернувшись в шерстяные платки. Все равно это не спасает. Уже есть заболевшие. А что будет зимой, если оставить все как есть? В кабинете очень холодно. Постоянно обогреваемся, пытаемся чем-то обогреться. Люди у нас ушли на больничный лист. Комитет страдает, потому что приходится заменять. Своя работа еще плюс накладывается чужая. Конфликтная ситуация длится уже второй год. Прошлую зиму так ни о чем договориться не удалось. Руководство товарищества собственников жилья этого дома препятствует проведению ремонта системы отопления. Причина? Таким образом, ТСЖ пытается получить деньги на обслуживание оборудования дома с расположенных здесь организаций, что называется напрямую. Хотя действующее законодательство не позволяет платить бюджетные средства без проведения торгов и без заключения соответствующих договоров. Председатель ТСЖ Инна Сергеевна при нашем неоднократном обращении о допуске в подвал для ремонта наших сетей, которые принадлежат, и у нас есть свидетельство собственности, централизованной бухгалтерии комитету по образованию, нас в подвал для устранения неполадок не допускает. Тяжба никак не может быть разрешена еще и потому, что руководство ТСЖ не выполняет необходимые требования к оформлению договоров. Мы неоднократно давали ответ о том, что необходимо в соответствии с законом заключить договор с юридическим лицом для того, чтобы могли на законных основаниях оплатить части за капитальный ремонт. Никаких документов на сегодняшний день у нас нет. Мы ожидали, что представители ТСЖ их, кстати, приглашали, придут и как минимум дадут свои объяснения. А еще лучше сами откроют подвал. Но этого не случилось. Замки срезали, бригада ремонтников спустилась в подвал. Здесь, надо заметить, все выглядит неприглядно. Давно пора уже убрать грязь. Нам рассказали, что на ремонт уйдет дней 10 и будет он выполнен при одном условии, если, как в прошлом году, опять не закроют доступ и не начнется новый виток борьбы. Надеемся, что этого не случится. Мы будем следить за развитием ситуации.